Двойной лежачий фальц Я рассказывал в предыдущем ролике Это фальц широко применяемый в жестяническом деле Все про это было написано в тексте Также текст будет дальше по видео Настоятельно рекомендую поставить на паузу и прочитать этот текст Потому что там очень много полезной информации Но мы продолжаем И будем делать двойной лежачий фальц Поехали! Ну и для того, чтобы нам сделать двойной лежачий фальц Нам также потребуются две заготовки Давайте их измерим Ширину, чтобы потом нам узнать Сколько нужно припуск на фальц На двойной лежачий 242 мм Пишем 242 мм Чтобы не забыть Еще раз проверяем 242 мм 242 мм Чтобы изготовить нам двойной лежачий фальц Нам потребуется также инструмент Молоток, да, ляпка И вот такая вот желебеска Дальше увидите для чего Поехали! Первым делом А, чуть не забыл, да, фальц Также может быть От 6 до 10 мм Ширину Я буду делать 6 мм Очерчиваем линию Прочерчиваем 6 мм И отбиваем В данном случае Заваливаем почти на 180 градусов Берем нашу Железку Да, в моем случае 2 мм Подставляем И подваливаем И подваливаем Вот так вот Теперь Берем штангенциркуль И проводим Линию 8 мм 8 мм То есть Со стороны Там, где нет крючка Проводим 8 мм И гнем еще раз По этой линии Перегибаем Берем штангенцира 1-SL 1-е 2-2 2-3 2-3 3-3 2-3 5-7 5-5 6-5 Продолжение следует... Примерно, чтобы угол вот этот был 20 градусов, ориентировочно, вот так вот. Ну и на второй заготовке делаем точно так же. Продолжение следует... Упустил один нюанс. Здесь заготовка, в моем случае, короткая. Но если заготовка на ширину листа, либо какой-то большой длины, да, кладем, значит, на, ну, либо на оправку, либо на уголок на верстаке, прикрученный, да, к верстаку, и делаем маяки ставим. То есть сначала с одного угла по линии делаем загиб на определенный там, ну, с другого конца, вернее, с другого конца также ставим маяк, упираем эти маяки в угол и потом пробиваем, чтобы у нас заготовка, ну, не сдвинулась. То есть маячки вот эти, они помогают при отбивании по линии. Вот так вот. Чем плох вот этот двойной фальц? Недостаток его в том, что он может применяться только на двух независимых деталях. То есть нюанс в том, что, чтобы собрать этот фальц, детали должны друг друга вот так вот заводиться. То есть не везде это возможно выполнить, да, если там, запустим, воздуховод круглый, да, и квадратный тоже, прямоугольный, да. То есть никак вот так не разведешь, чтобы завести эти концы друг другу. Может быть, в каких-то больших сечениях, каких-то больших сечениях воздуховоды, что можно еще завести, развести вот так вот и завести друг друга. Но на маленьких сечениях это трудно сделать. То есть, да, минус в том, что нужно фальц друг друга вот так заводить. Вот так все это получилось у нас завести. Не знаю, видно, не видно. Вот. И теперь сваливаем фальц. Да, заплющиваем. Вот так вот заплющили. Из-за того, что он двойной, он гарантированно уже не развалится. Ну, получается вот такая вот некрасивая у нас подсечка, не подсечка. Ну, короче, вот такая вот некрасивая штука. Конечно же, это можно исправить. Как исправить? Ставим по краю оправки. Немножко припуск. Даем там миллиметр-полтора. И пробиваем. С одной стороны. То есть, тем самым у нас получилась еще одна дополнительная подсечка. Не знаю, может быть, это и не нужно. Не уверен я в целесообразности изготовления такого фальца. Но, тем не менее, он имеет место быть. Плюс его в том, что повышенная герметичность. Да, и такие фальцы применяются на изделиях с повышенным спросом герметичности и крепкости. Давайте посмотрим, сколько получился припуск. Ну, фальц у нас... Так, у нас... 201 миллиметр. 201 миллиметр. То есть, 41 миллиметр припуск на двойной лежачий фальц. 242 миллиметр. Вычитаем 201 и получается 41 миллиметр. На этом, как бы, вот и все. Вот такой второй фальчик. Ну, для общего развития, может быть, кому-то пригодится. Кому пригодится, пожалуйста, пользуйтесь. Не забывайте подписаться на канал, написать комментарий и поставить свою оценку. На этом прощаюсь. Желаю успехов. Успехов во всех начинаниях. И главное, будьте здоровы. Счастливо. Продолжение следует... ... Продолжение следует...